Ну что ж, друзья, всем привет из Канады! Давно мы с вами не были в магазине КОС. Давайте заснимем сначала витрины, посмотрим, что здесь есть интересного. Ой, наверное, отсвечивает, а плохо видно. Черная, черная, немножко синего. Какие-то пиджаки, юбочка пляссированная детская. Ну да, интересненькая какая-то, не совсем КОСовская тема. И вот центральная входная группа. Красивое пальто вижу коричневое. Сразу сейчас надену очки. Да, красивое пальто. Немножко отсвечивает. Ну, в общем, обычное, собственно, такое пальто. Пальто Кокон, я бы его назвала. Шерстяное, судя по всему. Цена 450 долларов. Это, конечно, дорого. Ну, знаете, ничего в нем такого особенного нету. Такое низкое проймо, что хорошо, потому что все свитера сейчас идут с низкой проймой. А, я вам говорю, спасибо. Все свитера идут сейчас с низкой проймой, поэтому... Пальто с низкой проймой очень полезная вещь. Какая-то блузочка, рубашка черная с таким интересным воротничком. 135. Ну, это их стандартные цены. Да, свитер такой вот в полоску. Вернее, полоски только внизу. Высокое горло. Заодно присматриваю, что мне померить. 100% на кашемир. О май гад. 450 долларов. Цена свитера. Ее страшно. Видите, написано 100% на кашемир. Ее страшно брать в руки за такие цены. Как они подорожали. Ну, приятные на ощупь, конечно. 450 долларов за кашемировый свитер. Ой, девочки, я не знаю, что дальше будет. Но пока что цены просто убийственные. Ай! Все меня так радостно приветствуют, потому что у них людей никого нет. Ну, конечно, за такие цены. Базовая рубашонка. 135. Короче, я помню, что у них раньше, по-моему. Ну, свитер кашемировый стоил порядка... Ну, 250-300 долларов. Может быть, я что-то путаю? Так, ну вот давайте еще один кашемировый свитер. Посмотрим цены. Обычный базовый серый свитер. Вот, 275. Вот это другое дело. Ну, вот я помню, что у них были примерно вот такие вот цены. Вот такой вот обычный серый базовый кашемировый свитер. Я совершенно не понимаю, почему тут свитер стоит так только. Что-то с ним такое. Вот это платье я, кстати, примеряла. Это такая накидка какого-то с карманами. Кстати, интересная. Ну, это знаете, что это... Не хочу ее дергать, чтобы она упадет. Она без рукавов. Это просто как шарф. Такой шарф с карманами. О чем оно? 150. Так, вот это платье. О чем это платье у нас? 175. Просто базовое трикотажное вязанное платье. Ничего особенного. Пошли дальше смотреть. Красивое черное пальто. Классическое такое, знаете, мужского кроя как будто бы. Но на самом деле оно 390. Наверное, в нем много шерсти. Скорее всего, все оно шерстяное. Знаете, на этом черном цвете будет все страшно цепляться. Вот красивый тоже, наверное, кашемировый свитер. Да, такой же, как тот серый, который я трогала. Показывала вам до этого. Вот очень красивый вот такого вот синего цвета. Какая-то бежевая. Желтенький свитерочек. Яркий, красивый. Так, он, по-моему, хлопковый, судя на ощупь. 135. Ну, не знаю, может, не хлопковый, может, синтетический, но красивого цвета. Яркий, бежевый такой. Ой, все, говорю, бежевый. Желтый такой, красивый, желтый. И такой же вот есть с полосками. Похоже на тут кашемировый только. Вот юбочки. Что они с ума сошли с этими юбками в этом сезоне? Есть такие бежевые и такие синие, видите? Юбка с запахом. Ну, это сейчас, знаете, прэпи-стайл. Вот этот вот девочки-школьницы. Вот такой вот. Католический школы. У нас, кстати, на самом деле в католических школах в Канаде ходят в такой униформе. У них действительно вот эти вот плесированные юбки. И они действительно в них ходят. Вот в клеточку такая плесированная юбка. И они действительно в них ходят в школу. Пиджачок такой синенький. Юбка в клеточку коротенькая. Ну, коротенькую они ее делают сами. В принципе, она должна быть до колена. А девчонки ее закручивают. 135 долларов свитер. А девчонки их подкручивают, эти юбки, чтобы они были коротенькие. Гольфики, в общем, мечта, сами знаете, кого на букву П. Я не хочу произносить. Такое же пальто, как бежевое, вот такое же черное. Так, свитера, свитера. Просто черный свитер с горлом. Юбочка очередная. Вот такая вот жилета. И они у них были в прошлом году тоже. Почем? В этом 120. Шарфы. 135. По-моему, эти шарфы у них кашемировые. Да. Сто процентный кашемир. Вот такие вот базовые тоже цвета. Так, что еще? Опять желтый свитер. Видите, у них много желтых. Это такой же кашемировый, как был синий и бежевый. О, красивые. Очень белые и черные свитера. Видимо, тоже кашемировые. Да. 290. Не видно вам, наверное. Ну, 290 он стоит. 100%. Видите, написано 100% кашемир. А мне вот интересно, почему у них такая разница между кашемировыми свитерами. Он совершенно обычный. Вот этот 290. Там был какой-то еще за сколько-то. Был там за 400 с чем-то. Очень интересно. Вот тоже кашемировый свитер с горла. И он у нас будет... И вот этот будет 450. Такой же, как тот белый с черной полоской. Такой вот он бежевый. Ну, вот эти кашемировые очень дорогие свитера. Почему-то. Не знаю. Какой-то, видимо, хороший кашемировый. Так. Что здесь у нас? Какой красенький, оранжевый свитерок. Как раз на осень. Осеннее пампкин. 150 долларов он стоит. Тоненький такой. Немножко светится, по-моему. Тонкая такая вязка. Немножко просвечивающаяся. Что у них тут еще есть? Какие-то платья трикотажные. Ядно трикотажное платье не... Это... Я не клиент трикотажных платьев. 150 баксов. Интересный рукав сделан красиво. Зеленые цветера. Яркие, красивые цвета. Но очень базовые. Зеленая кофта. Вот такая она куговица. Очень красивая. 175. Еще один кашемировый свитер. Только зеленый. Вот видите, у них есть много их разных цветов. И вот такой вот красивый свитерок. Полоску. Обычный свитер, но красивый. Такие красиво ярко-зеленый цвет. И такой более темно-зеленый бутылочный. Тоже 175 долларов. Жилеты. Вот такие вот. А вон какой жилетик. Такая дамочка пришла что-то еще для своей дочери. Объясняет продавщице, что она хочет. Так. Вот такой жилет. Длинный есть. Я даже не знаю, девочки, чего мне мерить, если честно. Потому что я очень много чего примеряла уже. И что-то мне ни на что не лежит. Ни к чему не лежит душа. Честно. Плащ. Плащ базовый. Красивый бежевый плащ. 290. Рукавчик реглан. Совершенно базовый классический фасон. Еще одно трикотажное платье. А, и вот это вот как раз я мерила, если вы помните. Ну, вы видите, много чего есть. Светаров очень много. Может, я померю несколько светаров? Потому что я как раз в джинсах сегодня. Вот это я примеряла, правда же? Помните? Это был этот, по-моему, да. Этот мы уже мерили. Что-то платьев никаких нет. Такая курточка с капюшоном. Тоже регланчик. Курточка стеганая. Вот такая. Хотелось какое-то платье мне померить. Что-то я ничего не вижу такого. Интересная какая блуза. Белая, правда? Смотрите, как она интересно сделана. Здесь такая вот кокетка. Ну, как будто бы спереди кокеточка. В такую... 135 долларов. Не знаю, как назвать по-белорусски. В Беларуси это называется бурбалка. Так я до сих пор и говорю, бурбалка. Хотя нет такого слова, наверное, в русском языке. Вот такое платье я мерила голубое в моем блоге в одном. Только теперь оно цвета Фукси. Красивое платье, кстати. Фукси еще красивейче в голубой. Черное такое же платье. У него, интересно, сзади вот так вот она собрана на такую вот пуговицу. Вельветовая штана Фукси. Вельветовая же. Такая рубашка цвета Фукси. Шарф красивый. Тоже шерсть. Так, ввесим цену. 150. Фукси выплатится. Трикотажное опять. Господи, ну мне это никак. Ну никак. Ну то есть кому-то может подойти. Вот черное платье тоже. Трикотажное черное платье. Из такого, знаете, неопрена даже, я бы сказала. 135 долларов. Неопреновое платье. Вот этот свитер мы примеряли уже с вами. Ой, даже не знаю, девочки. Буду что-то мерить или нет, пока я ничего не вижу такого. Похожее платье, когда-то я мерила, они красивые у них. Но я не в форме сегодня, чтобы примерять коротенькие. Коротенькие платья с такими вырезами. Тут нужен загар. Видите, как оно сзади интересно сделано. Но это уже, знаете, это уже рождественская, новогодняя тема. В принципе, оно может сойти вполне занарядное. У него такой красивый открытый вырез. Сколько оно стоит? Здесь тоже такой вырез неслабый. 175. Ну, это их цены стандартные. Особо это не особенно недорого, недешево. Девочка какая-то мне тут подключает к электричеству, мешает. Так, украшения, 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 серёжечки. Ого, 70 долларов. Вот эти 40. Маленькие. Что-то украшения не совсем мало. Цепочка, браслет. Даже никаких нету висюлин. Кулонов я имею в виду. 50. Ну, такая. Есть такая золото с зелёным и серебро с синим. Эти мы смотрели уже, у них были серьги. Короче. Такое платье, мне кажется, я примеряла. А может и нет, не помню. Короче, девушки, я подумала. Если что-то найду, примерить, то покажу вам. А нет. Пока нет. Ну вот, на манекене стоит. Чёрный гольф и чёрное вот это вот неопреновое платье. Вот это. Которое я вам показываю. Вот это. И такая фуксиевая рубашонка. И чёрные брюки. Всё очень базово, очень строго, очень скромно. Какое-то белое платье. Обычное совершенно. Я нам тоже что-то такое же примеряла. Но это их платье. Вот эту юбку я примеряла. Она очень красивая. Что-то я, по-моему, пропустила. Там какая-то девушка. Сейчас я потом подойду. А нет. Всё это я вам уже показывала. Что-то народу набежала. Обычно здесь никого нет. А тут вдруг прям такие толпы-толпы. Ну что, возьму нам несколько свитеров. Потому что что-то ничего такого я не вижу. Если вам интересны свитера. Мне так нравятся всегда их дизайн. Диванчики, какие-то пуфики. Если вам интересны свитера из Массима, то вы можете оставаться со мной. Подписаться на мой канал, чтобы не пропустить видео. Следующее. На сегодня всё, наверное. С вами была ваша Дита из Канады. Люблю, целую. Всем привет. Пока-пока-бай.